Так, пока тусил тут с этими вариантами, что к чему, как бы стемнело уже совсем, вот, ну, наверное, вот это вот самый оптимальный вариант вывода получился, как бы не загромождает, и сайт на всю, потому что по-другому никак не получается, изображение не совпадает по размеру. Гармин. С лориком, как бы, все время остаются пустые места, ну, в общем, как бы, бесстолкно. Ну, вот, даунскан, как бы, немножечко отстроил от помех, вот, стал показывать он получше, значительно, вот, и хлам в воде, ну, и рыба была, вот, и вот рыбу, как бы, ее хорошо видно возле строения, вот, еще и луковые, как бы, на всякий случай, хоть я не могла ее управлять, ну, в общем-то, она информативность возле дна дает, там, если какой-то объект туда попадает, то сразу понятно, насколько это рыба, скажем так, вот, насколько лодка, это видно, и все равно, вот, полосы есть, все равно, 3-4 датчик на меге, все равно фонит. Вот. Вот. Поэтому, ну, хочешь, не хочешь, жду 2,4 датчик, которым только до луцкан, и 800 килогерц частота, и я думаю, ну, как раз это будет то, что нужно, хоть у меня этих датчиков уже пруди, каких хочешь. Ну, что сделаешь? Вот интересно. Вот, теперь еще разок, сейчас вот это нырнем сюда. Вот. Теперь уже посмотрим эту картинку. Вот. Ну, скажем так, во всей величине, но все равно не нравится мне, конечно, сам Гармин показывает лучше. Вот. Все равно вот это вот все, это вот, откуда оно берется, непонятно. Сонары подключал, и один, и второй. Ну, Дружно с другом, помехи есть. Вот, видите, как лопа четко показывает. Очень удобно. Так вот, конечно, можно посмотреть, но для этого надо сфокусировать свой лак. Так она проходит, и заранее видно, что к чему. А вот это вот, что она тут дорисовывает мне поверху. Мотор мой, как всегда, что-нибудь чудес. Поэтому достаточно. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова